дорогие друзья всем привет вы вы видите этот красный пуховик а это значит что наступил октябрь 7 число сейчас у нас сухо и холодно что может быть хуже может быть хуже когда сухо и жарко вскоре могут наступить заморозки и тогда мы с вами благородных грибов уже не увидим надеюсь этого не произойдет находимся мы с вами но московском районе сосновый лес по всем сводкам из интернета можно судить о том что появились маслята но появились они как описывают очевидцы в низинках сейчас будем проверять и низинки и вершинки а также зайдем в излюбленные болотца зима уже начал переживать что масляток нет тут я начала находить маленьких экземплярчиков правда сегодня не подготовлена без перчаток и вот действительно в низинушке наконец-то мне показался масляных да не один а целых два молодых но шляпки подсохшие можете сами это видеть конечно же вы не пощупаете но они все равно хотят жить и поэтому выбрались на поверхность хоть и подсыхают и рядышком под сосенкой какой-то такой впечатляющий меня экземпляр а тут даже целое семейство посмотрите какая красота извините если вам задувает микрофон но вы только посмотрите вот целое семейство здесь и даже здесь витрюган конечно не шуточный сегодня настоящий шторм так но этот самый крупный к сожалению червивый а только лишь ножка червивая мы сейчас его обработаем и ценную маслятинку конечно же заберем вот он один такой был в семье червивый остальные будем надеяться чистые хорошие грибочки так и есть некоторые люди утверждают что дождя грибам не нужно но вернее это необязательный фактор потому как есть туманы утром и они питают достаточной влагой почву не могу с этим не согласиться но из-за того что холодно нынче по утрам 4 градуса всего на все было и тумана как такового не было еще этот ветер ну уж не знаю будем надеяться что все равно грибы найдут свою каплю росы в этом в этой засухи и пока мы здесь наслаждались маслятной резней катя где-то убежала катя она просто спряталась за бугорку еще повстречала семейство смотрите практически не видно свеженькие приятные маслятки жду жареной как ни странно сегодня встретил я только одну одну машину в которая заехала в лес и то семейная пара ну скорее всего семейная пара которую вы видели в начале ролика это они есть больше здесь никого нету и посмотрите вот на с под одной сосенки сколько ценнейшего маслятного мяса мы взяли тоже из нас не знает маслят мне кажется даже не опытные грибники знают маслята и любят их хотя почему-то они на рынке стоят дешевле остальных грибов возможно потому что они более массово растут скорее все таки есть вот к примеру прошлом году я видел как продавали белые грибы по 150 гривен за килограмм ну тогда их было большое множество в лесу а маслята всего по 50 думаю в этом году таких сладких цен уже не будет вот они только появляются совсем уж маленькие мы брать не будем хотя я и люблю их чистить и когда их чистишь такое удовольствие это доставляет вот некоторые люди любят знаете как на солнце кожа обгорит и облазит друг другу снимать эту кожу вот такой у людей бывает странный фетиш а у меня фетиш снимать кожу с масленка ведь он становится таким чистеньким голеньким беленьким вот наверно маслятная грибалка катина самая любимая докать потому как здесь не нужно пробираться через непролазные хащи ходи себе дыши эфирами которые выпускают хвойные деревья оздоравливайся и думая хорошим конечно же приятнее сосновом лесу находить беляши средь маслят но такого счастья пока мы не встречали хотя вот маслятами практически на одном месте забиваем корзинку это мы только у машины ходим что значит пошли маслятки приятно что растут они целыми селениями так сказать племенами возможно кто-то из зрителей поинтересуется у меня дима почему ты эти грибочки срезаешь ножом а остальные выкручиваешь я вам отвечу все из-за песка не хочу тянуть корзину песок там остается в грунте минимум минимум ножки а для грибницы друзья все одно выкрутите ли вы его или срежете и чистенькие погода сухая есть в этом некоторые плюсы при сборе даже скорее при чистке маслят ведь пальчики ваши не окрасятся коричневый цвет ну либо же это будет минимально кто-то раздавил этих малышей я их все равно привечу у себя в корзинке и обработаю под дубочком это грузчерный хорош в засолке но мы сегодня его собирать не хотим в этом году этих груздей как никогда много я обратил внимание и появляются даже сосновом лесу в лиственном лесу возле болотец такое обилие но такого обилия как в ролике у армена альбертиана недавнем я вообще нигде не видел просто сказка какая-то он прямо купался в море из этих черных груздей в карелии мы с арменом договорились о взаиморекламе хотим сделать полезное друг другу поэтому вы можете пройти по ссылке в закрепленном комментарии у меня на его канал и насладиться его походами за белыми грибами боровиками настоящими ну красота в общем сами все увидите а эти прямо у дороги судя по размерчику мы можем с вами сделать вывод о том что маслятки появились ближайшие несколько дней назад ухты в этих ножки необыкновенные то все беленькие эти прям бархатистые вот разум говорит мне дима собирай маслятки в сосновничке а сердце требует лезть болото вот такая вот борьба проходит во мне а мне остается лишь угодить обоим оппонентам чтобы царила гармония так что катя пойдем еще на болотце в зависимости от места произрастания разного оттенка шляпки у них эти зеленовластенькие пуговички оставим ребятки него тут нашел масленка вот такого вот а я развернулась и увидела смотрите что как он туда моя думал как он тут мог оказаться а мужик его подумали что белых нет они отошли они вот они класс эталонный как он такой хороший это не ветер это просто буря какая-то говорят что сильный ветер всегда перемене погоды возможно придут дожди на конец обратите внимание на осины они приобретают золотой цвет это все говорит о наступлении золотой поры для людей вроде нас с вами в общем тут на болоте оказывается людей уйма они здесь друг друга плечами распихивают и обойдя целое болотце мне повстречался всего один подосиновичек это в секретном месте я просто знал куда иду а нет ни один целых два очень жаль но есть в этом и радостная они еще не отошли а то я уж было подумал что может быть их уже нету встречался мне первый красноголовик но коричневый головик можно его назвать пока доставала камеру увидела еще один грибочек шляпка тоже характерного коричневого оттенка как красиво блесит на солнце эта шляпка класс вот все таки умеют они от людей спрятаться на фоне этих упавших листиков желто-коричневых мы видим такие же шляпки цветом а вот эти вот травушки замаскировались со стороны тропинки их совершенно не видно это я просто пошел наперекор всему я так никогда не хожу сегодня я подхожу к грибалочки нестандартным образом потому как в условиях дикой конкуренции нужно мыслить нестандартно а здесь вот рядом на упавшей веточки я нашел вешеночку катя говорит не бери а я все равно возьму она сомневается просто но тут никаких сомнений просто вешенка в нашем лесу встречается крайне редко почти такой же красный как моя катюша здесь под дубом вылез вот этот подосиновик даже не красный он какой-то коричневый пухленький именно в этом месте у них определенного цвета шляпки точнее оттенка более такие коричневые почти подберезовичные сейчас переместимся в другую локацию и сравним оттенки и вон вдалеке такого же цвета чуть не упал такого же цвета шляпка прикольного и ножка тоже коричневатая дима там увидел очередной свой трофей и не улыбнулась удача такой травы и вновь нас с катюшей разъединяет болото катя идет в правую сторону а я как положено иду в левую поисках своей мечты которая не заставила себя долго искать это подосиновик который сидит очень глубоко от этого он длинноногий и с пирсингом я думал это и все но вон виднеется что-то красное это катя а здесь в траве виднеется что-то красное это супер подосиновик чем он супер спросите вы своим видом какой красавчик катя она уже к сожалению не слышит ветер чересчур сильный сегодня аж дух захватывает от такой грибалки совершенно в неожиданных местах вот например как здесь это же тропка видите и прямо на ней растет подос дима ты кого-то прошел да ладно пухленькая губка как будто наколота ботоксом да здесь они посветлее Возможно где-то какой-то гриб я и пройду мимо, но не этот, а тот который пройду, вы обязательно мне о нем напишите. Как это было не раз. Грибы сегодняшние отличаются какой-то твердостью, видно что они подсушены. В природе все так быстро меняется, стоило лишь листве укрыть все вокруг и я уже до боли знакомые места почти не узнаю. Приходится ориентироваться лишь на границу камыша и вдоль него и следовать. Как можно было. Как же можно было. И говорит, ты туда можешь не ходить, там ничего нет. Но самое интересное не эти два подосика, а вот эти вот два. Эти-то побольше будут. Ох и Катюшенька, не обижайся если ты смотришь это видео на своего муженька. Но впредь будь внимательней. Вон она по-моему увидела. Видите красное что-то. О-оу. Вот так и доверяй жене. Хе-хе-хе. Дима там кричит, что нашел подосиновик. О-оу. 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 Какой большой. Ну как бы не сильно прям огромный, но для сегодняшнего дня это прям огромный. О-оу. Какой. И совершенно на открытом месте Дима по обыкновению своему находит огромного подоса. О-оу. То ли сюда просто лень была в грибничку зайти. Как иначе объяснить, что такие здоровые. Тут сберегся. Ага. Ну как не видно. Хе-хе. И я тоже пожимаю плечами. Катюша вырвалась вперед. Хе-хе. Хе-хе. Здесь я пока с ней бороться не буду за первенницу. Тут можно глаза пооставлять. Дима там что-то увидел. Хе-хе-хе. Хе-хе. Хе-хе. Смотрите. Хе-хе. Хе-хе. Наконец-то. Хороший вариант. Хороший вариант. Так, так. Ну хороший. С другой стороны листик он еще более хороший. Хе-хе. 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 Главное вперед Димы. Побежать. Чтобы увидеть вот таких вот красавцев. Один. И такой вот. И вот смотрите какой. Второй. Красавцевый. Ой. Он просто запутывается в эту траву. И она не дает нормально его выкрутить. А то ты просто очень эмоционально его, наверное, выкручивала. Хе-хе. Прям да. Это все трава. Хе-хе. Я только что нашла вот такой вот прекрасный экземпляр. И тут увидела вот таких вот двух. Хе-хе. 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 Дима, у тебя что? У меня... У меня... Пусть бывает. А это и колет. А-а-а. Я уже думаю, ну точно. Подосик. Мелькнет, мелькнет в глазах. Аж мурашки по телу. Ну да. А там или листочек осиновый, либо вот такая травка бордовая. Это точно. Хе-хе. Хе-хе. Что говорит? Подветочкой. А-а-а. Посмотри. Оп. вот что я говорил подкушенные даже слегка шляпки полопались такие подберезовички все-таки нужен дождь уже очень нужен и скоро он будет иди сюда я подозреваю что-то с ним случилось почему я не нашел а так руки послышите этот хруст маслянчик маслянчик не расстраивайся смеялся с меня что я там по душе пропускала после этого катиного белого друзья мои не скрывая отчаяния я устремился в болото и вот я жаждущий пусть не мести но хоть какой-нибудь сатисфакции нашел ее пусть не белый но все же красавчик увидите ли вы его ай не только его катя посмотри что творится в этих серых камышах ай не только и 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 ну очень красивые катя в общем то уже все выдохлась но мы еще немножко здесь продолжим гриб валить березовичку от нашли напугал меня вот этот кусок шевелящегося тела видимо там уже живет аккуратненько пройдем я нашел катюша не радуйся мне можно камеру не доставать посмотрите какой ну-ка так а теперь посмотрим на мой ох какой вот дорогие друзья и подошла наша грибалочка завершению на сегодня мы через сосновничек идем и добираем прекрасных маслятушек и тем не менее прекрасным беляжам под осиком и под березовичком настал именно тот час когда я говорю вам пока не забывайте поставить лайк оставить комментарий и до новых встреч мы вас любим пока пока